Приветствую друзья! Ну что уже, как стало известно, Владимир Александрович Зеленский предлагает усилить правительство Шмыгаля вице-премьер-министром по развитию реформ, а именно Михаилом Саакашвили. Сейчас это активно обсуждается в наших партийных чатах. Я вам хочу сказать, что мнение депутатов разделилось. Я лично считаю Саакашвили хорошим и великим историческим реформатором, участником революции грузинской. И многие реформы в Грузии действительно удались. Потому что для этого нужно просто поехать и посмотреть, как сейчас развивается в Батуми количество гостиниц, количество бизнесов, количество и качество инвестиционной привлекательности в этой стране. Но здесь вопрос, поддерживаем ли мы политическую миграцию в Украину. Потому что я вам помню, когда было уже правительство во время Порошенко, когда все министры практически были иностранцами, им выдавали паспорта и потом они через 10 минут после того, как получили паспорт, получали удостоверение члена Кабинета Министра. Вы где они сейчас? Ну кроме Абрамовича, кстати, которого я официально приглашаю в Верховный Совет, до 30-го числа, господин Абрамовича Сайварос, у вас есть время, чтобы прийти, ознакомиться со своими правами, как правонарушителя в административном правонарушении и подписать протокол. Дальше будет дело уже передано в суд. Так вот, по поводу все-таки Саакашвили. Когда у нас будет заседание фракции, ориентировочно планируется это в пятницу, я хочу задать Михаилу Саакашвили вопрос. Вы великий президент, вы великий реформатор. Вас примут в любом государстве, и вы рукопожатный, с любым президентом можете встретиться. Вы желанный гость на многих международных конференциях, на многих международных саммитах. Вы авторитет. Зачем вам занимать должность вице-премьера-министра в правительстве Украины? Это раз. Второе. Я задам вопрос, каким образом будут реализованы изменения и какие трансформации хотят нести, и что конкретно нужно сейчас поменять, какие реформы провести. Мы об этом, наверное, каждый Украине знает. Мы видим, что те реформы, которые проводятся, их нужно проводить быстрее. Мое личное мнение, что мы можем привлекать Михаила Саакашвили, других авторитетных людей, но на должность советников. Допустим, мы создадим при Кабинете Министров координационный совет по реформам, которым будет руководить Михаил Саакашвили. Моя позиция. Все должности в Украине должны занимать непосредственно украинцы. У нас десятки тысяч кандидатов и докторов наук, которых можно привлекать на работу в нашу страну. Мы можем привлекать со всего мира советников, в том числе и Михаил Саакашвили может занять пост советника. Но принимать решения в первую очередь должны украинцы. Поэтому все-таки я благодарен правительству, что с нами советуются, что узнают наше мнение как народных депутатов. Еще раз, которая разделилась. Одна часть считает, что все-таки он великий реформатор. Вторая часть считает, что он может быть нашим советником, но в то же время негативный опыт сотрудничества и работы губернатором в Одесской области во время Петра Алексеевича Порошенко говорит о том, что в украинских реалиях возможно не так получается внедрять реформы, как это было в Грузии. Поэтому, друзья, напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли нам привлекать в качестве вице-премьер-министра Михаила Саакашвили в правительство Шмыгаля. Я хочу напомнить, что парламент по этому вопросу не голосует. По этому вопросу необходимо только решение премьер-министра. И мы можем только рекомендовать в данном случае назначать, либо не назначать кого-либо на должность вице-премьер-министру, премьеру Шмыгалю. До встречи, друзья. Продолжение следует...